Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас обзор новостей сайта Думская.нет. Жанна Жукова, редактор сайта у нас в студии. Жанна, здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер, Жанна. 10 самых обсуждаемых новостей сайта нас ждет. Мы готовы. Ну тогда мы начнем с Лаймы Вайкули. Как вам сказать, мы сделали это информационное поле на прошлой неделе. И после вопросов журналистов Думской на пресс-конференции у Лаймы начались проблемы. То есть мы сделали материал, мы задавали острые вопросы перед выступлением артистки. Эта новость разошлась потом по российским каналам. Суть в том, что артистка ответила на вопросы журналистов Думской о том, поедет ли она в Крым. И она сказала, что она не поедет ни за какие гонорары, поскольку, по сути, как гражданка страны цивилизованной из Европейского Союза, она не будет ездить в оккупированный Крым. В российской политике, на российском телевидении только это и обсуждали всю неделю. Новость, которую подала Думская. Все на нас ссылаются, поэтому, естественно, много просмотров. Больше 75 тысяч. Ну, вот жалко Лайму, потому что вот реально там Малахов собирает ток-шоу, пусть говорят. Политики пишут в Твиттере, что высказываются по этому поводу. Есть и такие, которые хотят заставить Лайму выступать в Крыму просто насильно. Ну, мы еще будем делать материал по этому поводу, и, возможно, какое-то развитие получит это. Но вот как некоторые наши читатели говорят, что, возможно, мы сделали Лайму украинской певицей по итогам вот этого всего мероприятия. Не хотя так получилось. На этой неделе неадекватный прохожий, вернее, на прошлых выходных, неадекватный прохожий в состоянии наркотического опьянения сбивал людей, которые проходили мимо. Все это было в центре Одессы, рано, утром. После его задержали. Он успел нанести какие-то удары и травмы шести девушкам, которые проходили рядом. Его задержали, но после отпустили. Но травмы относительно несерьезные. Ну, кому-то сломали нос на минуточку. Так что вот такие у нас соседи есть, которые ходят и неадекватно реагируют вообще на этот мир. Трагедией закончился отдых для жительницы Днепра Анастасии, которая отдыхала возле молодой гвардии, снимала дом. Там произошел взрыв газа, хотя вот ситуация неоднозначная. Родственники говорят, что взорвался газ, а в ГСЧС говорят о каком-то сгоревшем матрасе. Но факт в том, что девушка скончалась после перенесенных операций, не выдержав полученные травмы. Религиозный скандал был на этой неделе. Новость об этом собрала больше 50 тысяч. Группа священников, я не знаю, вы обсуждали это или нет, ворвалась на территорию военной академии. Где есть храм, насколько я понимаю. И их туда не пустили. Ну, среди комментаторов есть вот такое мнение, что это лишнее доказательство того, что московский патриархат в Украине чужой. И нужно поскорее уже получать томос и избавляться от всего этого. Ну, наверное, в России негодуют по поводу того, что мы не хотим их. И поэтому они всячески делают какие-то подлости и провокации. Вот на этой неделе они совершили такую блокаду, закрыли для судоходства район от Крыма до Дуная. Никакой трагедии в этом наши военные не видели. И вскоре они открыли эти границы. Но вот как они нам поясняли, что, возможно, это провокация, направленная против американцев. И вот наши комментаторы тоже считают, возможно, им очень не нравится, что корабли из стран НАТО постоянно заходят в Черное море и периодически, там чуть ли не с регулярностью в неделю посещают Одессу в том числе. В акватории Черного моря на территории Тузловских лиманов нашли старинную амфору, датируемую пятью тысячами до нашей эры. Да, вот так вот. Пятый или пятнадцатый, да, что это такое? Пятый. Эта новость понравилась сорока тысячам читателей. Сотрудники полиции задержали пятидесяти однолетнего мужчину, которому не понравилось, как шумят ребята на улице, и одного из них он облил кислотой. Двенадцатилетний мальчик получил ожоги. Но, к счастью, он идет на поправку, насколько мы знаем. Этот злоумышленник задержан, иначе это производство. Тем временем Одесское СИЗО собираются перенести за пределы города. Да, новость разлетелась на пятьдесят тысяч читателей. В Теренном замке собираются сделать развлекательный комплекс, отель, офисный центр. Возможно, мы даже будем там ходить в какой-то ресторан, Елена, когда-нибудь отмечать какое-то событие. Судя по тому, что, говорит Александр Отделенко, он ориентируется в этом вопросе. Говорит, что там ничего не получится, это все утопия. И больше похоже на популизм. Но Отделенко тот еще такой ретроград. Я не думаю, что он может повлиять на эту ситуацию. Это уже решенный вопрос, насколько всем известно. Об этом созывают конференции. Я так понимаю, что дело только за инвестором. Они явно найдутся, чтобы застроить эту территорию в центре города, считайте. И построить какие-нибудь там бараки, ну, такие, чтобы нельзя было сбежать. Где-то на окраине города. Я думаю, что это реальность. И у нас будет такой прекрасный отель. Еще один форговый центр, да? Да. В центре Одессы конфликтовали вчера две группы спортсменов. Делили детский медицинский центр. Ну, вот такой нешуточный, не детский скандал был. Троих участников конфликта задержали. Ну, такого, никакого кровопролития, слава богу, не было. Но инцидент еще не исчерпан, потому что это хозяйственный спор. Одни заявляют, что это их помещение, другие заявляют, что это те рейдеры. И мы заканчиваем хорошей новостью. У которых у нас все чаще появляется по этому поводу. О строительстве новой взлетки. Она уже идет полным ходом. И мы видим какие-то уже результаты. Иногда мы наблюдаем со спутника, делаем эти, фиксируем эти кадры. В общем, там должно быть все вскоре очень хорошо. Очень хотелось бы. Да, очень хотелось бы. Не через Киев летать лоукостами, а через Одессу хотя бы. И вообще, чтобы наш аэропорт уже наконец-то был с хорошей полосой. Вот на этом наша десятка закончена. Ну, да. Приятная новость. Надеюсь, что она будет... Когда-то мы будем об этом говорить, уже как о факте, свершившемся. Спасибо. Да, я думаю, что на следующей неделе явный лидер по просмотрам или, во всяком случае, по комментариям будет предстоящий марш равенства, который пройдет завтра. Да, так что ждем. Надеемся, что он пройдет без всяких провокаций. Это да. Жанна Жукова, редактор сайта Думская Нед была у нас в гостях. Прерываемся на выпуск новостей. После новостей вернемся.